Друзья, вы на канале Есть-Поесть и сегодня делюсь рецептом по-настоящему летнего легкого тортика. Легкий он, потому что его очень просто приготовить, ну и калорийность не зашкаливает. Подойдут абсолютно любые ягоды, причем как свежие, так и замороженные. На этот раз я беру клубнику, а список ингредиентов, как обычно, смотрите под описанием к видео. Для начала подготовлю ягодный слой. К клубнике добавляю сахар вместе с ванильным сахаром, кукурузный крахмал и тщательно размешиваю. Если клубника выделяет мало сока, можно добавить немного воды. Отправляю на умеренный огонь и при непрерывном помешивании доведу до загустения. Варить не нужно. Форму подготовила заранее. На кулинарное кольцо натянула вместо дна пленку. Диаметр делаю 18-19 см. Сразу же в горячем виде выкладываю ягодную массу и разравниваю. Дам немного остыть и уберу в холодильник для полного застывания. Для коржа хорошенько смешиваю муку, порошок, какао и разрыхлитель. К яйцам комнатной температуры добавляю соль, ванильный сахар и сахар. Взбиваю сначала на средних оборотах, а затем на самых быстрых. Всего в течение 7-8 минут. Далее убавляю обороты опять до средних и в несколько этапов подливаю масло, не прекращая размешивать. И осталось постепенно ввести мучную смесь, также не прекращая размешивать. Выливаю тесто в форму, дно которой я застелила пергаментом. Диаметр формы 21 см. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Дам бисквиту немного остыть, затем извлеку из формы и оставлю на решетке остывать полностью. Тем временем ягодный слой застыл. Уберу форму, аккуратно пройдясь по краю ножом. Заверну в ту же пленку и пока отправлю в холодильник. Подготовлю желатин. Согласно инструкции на упаковке, его нужно залить водой, дать набухнуть, а потом нагреть. Шоколад я беру 70-процентный, крошу его на кусочки, добавляю молоко и отправлю в микроволновку растапливаться. Периодически буду его извлекать и размешивать, пока не доведу до однородности. Затем оставлю остывать. Теперь беру сметану, у меня 18-процентная. Можно взять более или менее жирную, главное, чтобы она не была слишком жидкой. Добавляю сахар, ванильный сахар. Размешиваю до растворения сахара. Продолжая размешивать, порциями добавляю остывший шоколад. Можно добавить любой коньяк или ликер. Я беру типа Бейлиса. Далее продолжая размешивать, тонкой струйкой вливаю остывший желатин. Отставлю пока суфле в сторону, чтобы оно немного загустело. Тем временем у коржа срезаю самую верхнюю тонкую корочку. Устанавливаю корж в кольцо, прокладываю бока и пропитываю его тем же ликером, смешанным с горячей водой. Можно пропитать просто сиропом, соком или молоком. Выкладываю клубничный слой и выливаю суфле. Немножко потрясу, чтобы ушли пузырьки воздуха. Затем отправлю в холодильник до полного застывания. У меня на это уходит час-полтора. Застывшее суфле сверху обильно посыпаю порошком какао. А также посыпаю тертым горьким шоколадом и миндальными лепестками. А вы, разумеется, украшайте на свое усмотрение. Убираю кольцо и пленку с боков. Разрезать такой торт лучше сухим, слегка теплым ножом. Я его предварительно нагреваю над газом. Вот так просто и относительно быстро можно приготовить невероятный летний торт. Бисквит сочный, ягодная прослойка, такая свежая, ароматная и нисколько не плотная, очень нежная, тающая во рту суфле. А сочетание клубнично-шоколадного вкуса и аромата просто великолепно. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты летних десертов и пирогов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.